Зараз, зараз мы Доброго дня, зараз мы находимся в Львовской области, место Соснивка Это место, где блокада происходит уже 20-й день И сегодня с утра руководство Центра Энерго, украинской компании И я так понимаю, люди, которые здесь на местах и представляют Проводят работу с местными львовскими шахтерами И говорят им, что если вы не пропустите российский уголь, мы вам не выдадим зарплату То есть тут происходит государственное преступление Украинский Львовский угольный бассейн убивается фактично тем, что сюда поставляется российский уголь И используют украинских же шахтеров, вот несколько человек тут А также их подкрепили невидомыми нам особами Для того, чтобы они фактически прорывали дорогу до российского угля в центре Львовской области Я не знаю, куда смотрят националисты, не знаю, куда смотрят партии Куда смотрят все те хлопцы, которые нам еще совсем недавно рассказывали, что они за Украину Здесь только сосновцы и здесь блокада торговли с оккупантами Все, больше никого нет И этих сейчас людей накрутили, и они пришли сюда, вот они видите Они пытаются, чтобы все эти шалоны, 150 штук, прорвались И дальше шла торговля с оккупантами Уже в центре Львовского угольного бассейна Именно тут Значит, здесь приехала полиция, я так тоже понимаю Для того, чтобы поддерживать требования торговли с оккупантами И сейчас несмотря на поддержку Сосновской местной рады Несмотря на поддержку Тернопольской местной рады Областной рады Хоминистской областной рады Львовской областной рады Киевской областной рады Здесь происходит попытка все-таки пробить дорогу для руху российского вугиля Людей накрутили Я так понимаю, что сейчас будет попытка увести цей потяг Те, кто сейчас смотрит наш стрим Работать репост Работать Я обучаюсь, афганцев вызывать, что роман Так, всех вызывать Работать репост И смотрите о том, как здесь руководство державных предприемств украинских Пытается использовать, выкористовывать шахтарев Выкористовывать невидимых осіб для того, чтобы забезпечить блокаду торговли с оккупантами Те, кто до нас зараз приеднался Что тут происходит Это Сосновка, Львовская область Это место, где уже 20 дней происходит блокада торговли с оккупантами Здесь остановлено 150 вагонов российского угля И проводит эту блокаду спилка АТО Местцевая спилка АТО Проходит, проходит, проходит Это уже 20-й день Здесь местные шахтари Здесь местные атовцы Здесь люди, которые их поддерживали Это потом Донбасс Обращались Вместе с Львовской областной радой Вместе с Министской областной радой Вместе с Тернопольской обл. радой И Киевской областной радой К президенту Обращались к премьер-министру Генеральному прокурору С требованием остановить торговлю российским вухилем Нет никакой Заворотнего звезда Ни какие представники и влады сюда не приезжали Однако проводится работа с украинскими шахтерами Для того, чтобы они Вот как вы видите сейчас Пробивали дорогу российскому углю То есть торговать с агрессором они хотят Украинский уголь Стимулировать шахты для добычи Покупать новое оборудование Они не хотят И вот сейчас собираются мясцевые Мясцевые Хлопцы Скажите, пожалуйста, а что тут происходит Вот вы же как же Житель Сосновки Ветеран Как на вашу думку Что тут такое Насколько я вижу Нагнали Детушни всякою А они говорят, что они шахтери Да, какие шахтери Подивите на эти рожки То есть вы их не знаете, да? Это не мясцевые шахтери, да? Нет, это на шахтери Скажите, а вы слышали о том, что здесь на украинских державных предприятиях Рассказывают шахтерям, что им не выдают зарплату, если они российский уголь не обеспечат проход сюда Слышали такое? Нет, ну, конечно, это бред То есть ценою российского уголя Поддержать украинскую угольную галузь Ну, это такой бред, я не знаю Ну, это злочин Да, это злочин, по-перше Ну, вот я слышу, они нашли себе причину, по которой можно рассказывать Я слышу тут историю о том, что я в 2014 году обещал не снимать балаклаву, пошел в политику Какое-то отношение к российскому углю, я не могу понять То есть люди, которые кричат, что они патриоты, в центре Львовской области выступают фактически за то, что прошли российский уголь Как это вообще возможно? Ну, конечно, замовлены, где-то какие-то организации, возможно, навіть на пол-бойскове Доброго ранка Кажут, что это ваши побратимые шахтери пришли? Всякие, везде А что по-вашему тут происходит? А? Что, на ваш взгляд, тут происходит? Повокация в первую очередь Всем доброго ранка, ранок у нас веселый Приехали через 30 лет, рассказывают, что они не могут жить без российского уголья Приколен к каждому в кишени высыпать, и нехай гриви них в кишени Российское уголья Там можно и уродно всыпать Потому что ситуация, честно сказать, нестандартная Люди приехали Колишние працівники, которые видят фабрики, видят, есть среди них Саме когда? Ну, и теперешние, я там видят, где кто И кто-то, и кто-то есть Есть всякие люди, разные тут Ну, думаю, что пропозиции, которые поступали нам на рахунок, хлопцы, мы вам даем грошей, а вы разбегайте вагоны Посупила и им Так как мы не продались, то И тут уже 20 день идет блокада торговли с российским вугилием Здесь блокуют прежде всего местные атовцы, местные шахтари, которые хотят, чтобы развивались их шахты Которые не хотят, что во время войны торговали углем агрессора И все это время требования протестующих поддерживали именно областные рады Поддерживали местные рады, то есть местные органы самоуправления Четыре областных рады поддержали блокаду Но, тем не менее, никакой реакции нет И сегодня, ну, до этого неоднократно поступали требования и предложения порешать вопрос за гроши Вот ребятам местным, которые здесь, которые мы поддерживаем Они на это не повелись И сейчас они подозревают, что такие же вопросы, такие же предложения поступили и другим людям И вот смотрите, приехали, тут есть люди, по их словам, которые работают в шахтах, работают на ЦОФе, а есть люди, которые работают в шахтах Люди, которые к этому отношения не имеют И собрались для того, чтобы попытаться пробить дорогу российскому углю Аргументы достаточно странные Мы против Путина, но мы за российский уголь А я хочу обратить внимание генерального прокурора Украины Хочу обратить внимание украинскую власть А что это за руководители государственных шахт украинских Которые не выплачивают, незаконно не выплачивают зарплату шахтерам Вернее, угрожают им этой невыплатой И говорят, что они выплатят эту зарплату только если пропустят российский уголь То есть они фактично формируют смесевых мешканцев Формуют загоны, которые печат вины, дают у тылу И пытаются расширить дорогу, дать дорогу российской экономической агрессии Это злочин Это злочин, потому что державный службовец не имеет права такого делать Это злочин, потому что люди против этого Они воевали не за то, чтобы потом торговали с агрессором Поэтому все, кто нас смотрит, просьба делать репост Просьба распространять это по группам Самое главное, чтобы люди видели, как это происходит И что это происходит Обратите внимание Никаких представников полиции Никаких представников местного соревнования То есть у нас в центре Львийского Волынского угольного бассейна Агрессор спокойно проводит свою спецоперацию По знищению в угольной галузе Снимай, снимай Снимай, снимай Снимай, снимай Снимай, снимай 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 Вот и полиция приехала. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пожалуйста, больше 100 вагонов DimaTorzok Дальше у нас стоит тепловоз Уже готовый был подъехать Сцепляться составом И вывозить их отсюда Субтитры сделал DimaTorzok Дайте одного человека пойдем На путя тоже пусть расскажет еще раз Одного человека, це потрібно Так, что тут вот бывает Те, кто до нас долучился зараз Значит, 20-й день продолжается Блокада торговли Российским угилем прямо в центре Львивской области В центре Львивского, Лынского угольного бассейна То есть у нас есть свои шахты Которые добывают этот же самый уголь В эти шахты необходимо Они уже давно требуют модернизации Необходимо вкладывать деньги Это наша энергонезависимость От войны Это наши рабочие места Вместо этого отрасль все эти годы Убивалась Уголь под разными предлогами Не покупали раньше И масса шахтеров уезжала в Польшу Зато вот хлопцы, которые вернулись с войны Обнаружили внезапно Причем хлопцы Месевы Обнаружили внезапно Что прямо в центре Львивского, Лынского угольного бассейна Появились эшелоны с российским углем Ехали они в адрес Челеноградской обогатительной фабрики Которая так или иначе По разным фирмам-прокладкам Принадлежит депутату Королевской Это ОПЗЖ, это Медведчук И они этот уголь 20 дней назад заблокировали И обратились до уряду До президента До генеральной прокуратуры С вымогами Забронить это Расследовать откуда он взялся Два народных депутата Также обратились с такими вымогами Четыре областных рады Хмельницкая Тернопільская Львівская Киевская область Вже підтримали цю блокаду И звернулись с тем же проханием С теми же вымогами до генпрокурора До уряду До президента И все они требуют Чтобы во время войны не было торговли российским углем Они требуют, чтобы развивалась наша угольная отрасль Потому что если мы перейдем только на российский уголь И убьем наши шахты То агрессор одним щелчком пальца Может прекратить просто поставки И что-то будет делать Украина И вместо того, чтобы отреагировать Присылать какие-то переговоры Сегодня местные боссы Местные угольные отрасли Державных предприемств Накрутили несколько шахтеров Рассказывая сказки Что они не получат зарплату Украинские шахтеры Увага Значит, зарплату Если не обеспечат проход российского угля Собрали там человек 30 Вон мы показывали, как это все происходит Там хлопцы говорят, что были несколько реальных шахтеров Остальные неведомые люди И пытались там устроить конфликты Там еще А под этим соусом готовят Вот для вывоза Для вывоза готовят локомотив Хлопцы казалось, что им пропонували уже гроши Я так разумею, они и видмовились И потом эти пропозиции дошли до других людей Вон стоит полиция Хлопцы местные, я тоже подходил Попередили, что их требования целиком законны Что они ветераны боевых действий И что они не собираются остановиться И вот это место для пульва туда не поедет Но ситуация напружена Потому что, на жаль, если уже в центре Львовской области Дают такие отряды Ну представьте Украинские шахтери Начебто шахтери Пробивают дорогу российскому угилю В центре Львовской области Вот и едут дальше Инши машины Хлопцы, расскажите, пожалуйста, что тут происходит Робить репост, пожалуйста, потому что ЗМИ замалчивают Только интернет у нас сейчас есть В день 20, 21 день пришла наша блокада Зараз знову вже вдруг пробують Підтягнутися хлопці спортивної статури Кілька з наших місцевостей побачили хлопців А насправді, хто вони такий Які їхні вимоги ми так до конца не зрозуміли Зараз намагаються просто Давити на те, що Стикнути лобами Працівників шахт Працівників вугільної галузі Львівщини З активистами Повчора на нараді було сказано, що Якщо не пустять ці вагони, зарплата не будет Люди, які не розуміють, в чому тут ситуація На двох словах просто Ця зарплата від цих вагонів взагалі не залежить Не залежить від цих вагонів Москва, маркировка Москва Зараз ми тут максимально мобілізувались для того, щоб не допустити Ніяких дій, щоб вивезти ці вагони Ось, бачите, підтягнулися вже цей Підтягнувся вже тягачик, який хоче потягнути Вже всі нам поготові Як буде далі розвиватися події, ми не знаємо Але ми налаштовані рішучі до кінця Будуть відстояти, щоб не було торгівлі на крові Тому що кожен вагон – це патрон, це снаряд наших захисників Скажіть, будь ласка, а хтось з влади місцевої чи центральної на ваші вимоги вже до вас звертався? До нас тільки на нашу вимогу прийняли рішення Львівська облрада про заборону торгівлі з вугіллям з Росією І ще також підтримували Львівську облраду ще три області Хмельницька, Тернопільська і Київська області, так? І це вже початок? Ну і нарешті, в самому кінці, наша Соснівська міська рада Ну в них вже не було вибору І Червоноградська? Так, і Червоноградська, також прийняли звернення по підтримці наших вимог Тобто Червоноградська міська рада, де ви зараз знаходитесь, на тій території, так? Соснівська Соснівська, то есть офіційно підтримували теж? Ну підтримували, але кажу, в них не було вибору, бо їх би не зрозуміли тут і Було би навряд чи їм тут золодко жити Тут не в розумінні, факт залишається фактом Раз місцеві підтримали, значить тут вже немови ніякої не може бути про те, щоб пропустити ці вагони Чи для будь-яких інших дій Забили от, поки гір, забили повністю колії Дивіться, скільки колії забито Це все стоять російські вагони Російські вагони Хто б міг подумати, що майже на шостому році війни ми побачимо отаку от штуку Пропори це українські і там далі червоно-чірні Це вже хлопці повісили А маркировка везде висит російська железна дорога Зверніть увагу, хто бачить Москва, Спартаківська і т.д. і т.п. Скажи, будь ласка, от питають, а чому вдруг тут блокада почалась, а не на границі, в інших областях? Ну, мене це теж дивує, бо Вугілля проїхала через всю Україну Заїхала в Сумах і проїхала без всяких перепонів всю Україну Можливо не побачили, можливо звикли бачити Наскільки ми вже чуємо по відгуках в інтернеті Таких вагонів по всій Україні По п'ять, по десять По всій Україні на кожній станції можливо є Можливо просто у нас в Соснівці Дуже різко і боляче віднеслись до оцього факту перебування російських вагонів Зараз буде багато чути Це з іншого напрямку Уже йде Зерно, я так розумію Це в іншу сторону А це вагони, які заблоковані Тобто, я так розумію, ви місцеве У вас є совість, у вас є згідність У вас є досвід І втрачені бойові повертіми на війні Ви піднялись А чому вони піднімаються в інших областях? Це справа їх совісті Так, важко сказати дійсно Тому що ситуація Можливо ще тому Так гостро ми сприйняли цей факт Тому що це вугільний край І дивно тут бачити російське вугілля Коли в нас свого не відбирають зі складів Буквально пів року тому була взагалі така ситуація Що склади на шахтах були заповнені Повністю зарплати не виплачувались на шахтах Ну зараз якось почали вугілля відбирати з шахтних складів Але все одно Вчора ми почули взагалі таку цікаву річ Що Центр Енерго заборонило відгрузку вугілля з шахт Саме із-за цього вугілля Тобто вони на ДП поставили такі вимоги Поки російські вагони не поїдуть на ЦОВ Відгрузки з шахт вугілля і відповідно Яке число зарплати нема Зарплати не буде Тобто заблоковані як відгрузка так і кошти на рахунках ДП Тобто ДП державного підприємства українське ДП Львів вугілля ДП Львів вугілля українське вугольній галузі Фактично шантажує українських шахтарів Щоб вони виконували роль тітушок І пробивали шлях до російського вугілля Одну секунду Тут уточнено Не ДП Львів вугілля шантажує А шантажує Центр Енерго Поясніть людям чим це відрізняється Центр Енерго це є Теж державна абсолютно компанія Яка займається держзакупівлями Закупівлями там Наразі ми говоримо за вугілля Вони дають я так зрозумів Рознарядку на ДП А ДП Львів вугілля Рознарядки на шахти По кількості потрібного вугілля Яке буде куплене І Центр Енерго сказали так Поки вагони З російським вугіллям не будуть розбруковані ДП Замовлень на вугілля На замовлення на вугілля мати не буде Тобто наші шахти не будуть Збувати своє вугілля Воно буде накопичуватись на складах Цікаво Така от умова Це було озвучено паном Оніжуком І ще там деякими людьми На зборах ДП Львів вугілля Але ще цікаво Те що саме ДП А от ще питання Вибачте, будь ласка Скажіть, це ваша ж поліція районна? А яка ваша думка районна поліція Українці Львівська область Вони зараз що будуть пробивати дорогу Шлях до російського вугілля? Я сумніваюся Я сумніваюся Зараз побачимо, поспілкуємося З начальником Сокальського відділення поліції Ми вже з ним спілкувалися тет-а-тет Він висловив нам підтримку Зараз розпочувався в подіях Ось місцеві поліціянти До них Доброго дня Доброго дня Спеціальне Сокальського відділення поліції Менезорство Володимир Дивіться, ми підтримуємо вашу думку Ну, кожного думку Ми тут не для того, щоб розганяти Але треба проводиться Культурно, я думаю, що ви собі знайдете З тими, хтось би прийшов У спільну мову Я би просто просив, щоб якось було культурно Без яких бійок А ви собі з ними розбратитеся Ми теж підходили до поліціянтів І зверталися з цим же самим проханням Тому що всі ці люди, які тут блокують Вони звертаються до державних установ До генпрокурора, до уряду І вже чотири обласних ради Львівська, Хмельницька, Тернопільська І Київської області підтримали Вони хочуть вирішення цього питання З законним шляхом І ми теж підтримуємо Ваші слова Що тут був громадський порядок Дякую Дякую Приїхав з Волині Теж з Вугольного краю Що скажете? Вон стоїть місячна норма Одного з Однієї шахт Видобутку однієї шахт Скільки в нас шахт на Волині І на Львівщині От фактично Якщо по дню Кожен день такий ешалон буде йти Можна сказати, що шахтарі забудьтеся Ви вже без роботи сидите Так що треба стояти Треба, я не розумію А що це? Вони що, теж приїхали підтримувати російське вугілля? Ні, поліціянти кажуть, що вони підтримують вимоги українців Щоб своє під час війни своїм торгувати Але вони начебто охоронять громадський порядок Якщо це буде охорону громадського порядку То я думаю, що це добре Тому що, якщо поліція буде пробивати Крім тітушек шлях до російського вугілля Це вже тушить світ Я чесно кажучи не розумію Я розуміюся на тих пацанів, які там стоять 20-летніми, шахтарі А скажіть, хто там? Просто щас ноги тільки ще долучились до нас Хто там приїхав? Чесно кажучи не зрозуміло Там вілька його ворони Ну я так розумію, що місто має відношення до шахт А інші стоять пацани Отрабатують Ну знаєте, як то молодь Ножки, ружки Я не знаю, хто приїхав Може це діти шахтарі І що ветерани АТО всі кажуть Отработка ножей, ручок Ви боїтеся? Так вони вже спокоїться Не знаю, що вони хочуть Спортсмени курять Ну я не розумію Чого вони там зараз стоять взагалі Ну я там розумію Ну тому що хлопцям Прийшли такі, знаєш, ну такі дійсно Рішуче настроєння Ну чогось вони зараз стоять Запал пропав Між собою тільки ручки-ножки Тому що до хлопців, які тут блокують Вже зверталися з пропозиціями Взяти кошти, взяти хабаря І припустіть ці вагони Вони відмовились І я так розумію, що запропонували іншим спортсменам Но вони, я так розумію Колись сюди їхали, вони У них була думка, що тут такі, як вони Колись вони побачили нормальних хлопців Рішуче налаштованих З патріотичної позиції Я так розумію, за палку десь і сяк І з нормальною стратегією обхватив Ні, але по великому рахунку Як би це ми жартуємо, жартуємо Але я звертаюся до першого чергу до шахтарів Задуматися, отут Це стоїть місячна норма По суті, місячна норма видобутку Будь-якої з наших шахт Запам'ятайте, хлопці Якщо вони це впровадять в практику Буквально десять таких ешелонів А це, я так розумію, це капля в морі Що вони можуть зробити Можете забуться про свою галузь Можете забуться про свої зарплати Можете забуться про все абсолютно Шукайте просто другу роботу Якщо ми оце зараз пропустимо І вони зрозуміють Я не знаю, хто це зрозуміє Але, по-перше, якщо вони зрозуміють, що можна спокійно Шурувати російське вугілля На шахти На збагачувальні фабрики Шахта ж ніяк напряму не це Забудьтеся про свою галузь на Волині і Львівщині Тут деякі Коментарі з'являються А може нафта та газ У нас землі можна видобувати А ви будете дуже-дуже, я так розумію Здивовані Що у нас якраз є і нафта і газ Который йдет в кишені олигархам А не на власні потреби населення Тому є у нас і нафта і газ І Україна по своїм там запасам Сьоме місце у світі займає по вугіллю Це не антрацит Це вугольна група Це газова група Зачекайте, зачекайте, я вам скажу більше Зараз піднявся кипиш Я вже так розумію, щось голосувалося в міністерстві В Верховній Раді Що у нас вже виявляється потрібно закупляти електроенергію з Білорусі Нібито під виглядом того, щоб задавити Ахметова Будемо закупляти електроенергію з Білорусі Це ж бред саме натуральний Тобто в нас по-простому яка ситуація В державі є все От все, що завозне є Оце вугілля, та сама нафта, той самий газ Оця ж сама електроенергія, скільки нас атомок стоїть Ні, нам потрібно їх закупляти чомусь Це дивна позиція взагалі Для тих українців, які тільки зараз долучилися до цього етеру Кратке, скажімо так, содержання 21-й день, здесь йде блокада 150 вагонів російського вугілля Це Львівщина, це Біля Червонограда, це місто Соснівка Почали блокаду місцеві АТОвці, спілка АТО, місцеві шахтарі А там і ветерани, і шахтарі, інколи майже всі в одному лице Тому що це шахтарський край, це Львівсько-Волинський вугольний басейн Вони звернулися до Генпрокуратури, до уряду, до Верховної Ради Щоб заборонити торгівлю російським вугіллям Тому що, іде війна І якщо ми свої вугілля будем знищувати А це та ж сама група Г Марка Г Которя відбувається тут То агресор нас буде брати голими руками Хлопці бачили смерть Вони бачили, як вмирають їх побратимы Як їх вбивають І вони цього не можуть, ну, вони не можуть з цим смиритися І тут ще Маса шахтарів, які кажуть Держава, вкладайте гроші в наші державні шахты Давайте їх розбудовувати Щоб наше вугілля шло Вам потрібен час для того, щоб Скажем так Цю програму зробити, окей Увеличивайте генерацію атомної енергії Закупайте, хоч в Польщі, хоч где Але не у держави агресора Четыре облради С того момента підтримали цю блокаду Хмельницька Львівська Тернопільська І Київська області І вони звернулися теж З вимогами до уряду До президента, до генпрокуратура Расследувати, що це, зачем І заборонити це Все це шло на цов Центрально збагаченого фабрику Червоноградська, яка належить частково державі Центр енерго А частково, поснімите Я так розумію Уже розсасываються загони тітушек Уже разом в центре, дивіться Що там було далі І далі вони звертаються Куди все це шло В центрально збагачену фабрику Яка належить частково 37% державі А частково фірмам Уже 10 років так Які належать королівській Це депутат від фракції Медведчука І от вони шурують сюди Це російське вугілля А хлопці все блокують І вмісті реакції На вимоги обласних рад А це тільки початок Будуть ще інші обласні рад На вимоги місцевих Атовців Штаб блокади долучився до цього Що відбувається? Вранці прибули сюди загони тітушек В якому хлопці побачили Декілька шахтарів Колишніх чи нинішніх І пытались розблокувати рух Вон підогнали тепловоз Зверніть увагу І пытались цей рух розблокувати Хлопцям місцевим Уже пропонували хабаря За кожний пропущений вагон І коли вони відмовились Я так розумію Нашли інших Не було ні поліції Не було нікого На дуже таких повищених тонах Всі ці розмови проводились І державне підприємство Центр Енерго Через своїх людей На державних українських шахтах Веде зараз пропаганду Що вони хочуть? Вони кажуть Українські шахтарі Ви не отримаєте зарплатню Поки ви не розблокуєте Здесь російське вугілля Тобто на 6-й рік війни В центрі Львівської області Створюються загони Тітушні Загони створюються Із українських шахтарів Пытаються їх перетворити На колобраньків Які за зарплатню Будуть тут біть Своїх же побратимів І губити свою галузь Тільки за якісь кошти А що буде завтра? Завтра вже Будуть ці загони Як НКВС на Вітні? Мені не зрозуміло Взагалі Де всі люди Які декілька місяців тому Крічали, що вони за Україну Где ці патріоти? Де ці... Чому я бачу Тільки місцевих атовців І кубка з Донбасу Хлопців Я хочу сказати, що Те, хто готово Зробити репост Запустити ці видео по групах Тому що... Тому що... Тому що... Тому що... Тому що... Інформаційна блокада Кожний ваш репост Кожний ваш пост ці видео по групах Цю блокаду колиби Те, хто готово підтримувати Приїжджайте Це Соснивка Це Пахмут-Львів Києв-Львів Станція Соснивка Она ж селец Завоні Те, хто готово підтримувати хлопців Іжу... Те, хто готово підтримувати Материально І штаб блокады І місцевих хлопців Которые здесь Вільний час блокують Під цим Під цим відео буде Рахунок Туди можна хлопцям допомогти Ми звертаємося до уряду До президента До генпрокуратури Припинить це знущання над Україною Ми звертаємося до інших патріотів Хватить ходити боротися з реваншем начебто В якихось соціальних мережах В якихось мітингах Приходите і підтримуйте Хто ще хоче... Давайте ми себе передаємо слово Давайте повернемося до сьогоднішньої ситуації Взагалі лякає... Дуже лякає ця от ситуація Що на місці у нас на західній Україні Ще можна знайти таких недалеких людей Які дійсно повірять, що... Ну, сьогодні я почув таку тезу Що це стоять вагони з українським вугіллям І ми начебто не пускаємо це вугілля на цов І відповідно із-за того не виплачується зарплата шахтарям Не вірте, це вугілля російське У нас були документи, ми могли пересвідчитись це супроводжуючи Тобто нам їх не надали в руки Але передивитись ми їх змогли Також були заяви самих очільників директору ЦОФу І ще очільнику департаменту ПЕК Львівської області Що це дійсно вугілля російське І давайте ще повернемось до тітушок Згадується мені наш Майдан Чомусь тоді ми не могли повірити, що є якась друга інша думка Яка суперечить концепції державності України Тобто чомусь виникають антімайдани Не так багато часу пройшло, ми маємо той же антімайдан тут на місці З чого вони виникають? Вони, звичайно, виникають Це все проплачено Я думаю, зрозуміло, що з цього вугілля хтось буде мати дуже великі надприбутки Відповідно, вони йдуть на всі, на любі міри, щоб тільки отримати це вугілля на фабрику збагачення Їх не цікавить ні моральна сторона цього, ні взагалі фізично навіть Тобто їм все одно, що при сутичках може хтось постраждати Можливо, ми не знаємо, що, яка зброя знаходиться у тих людей, які сьогодні прийшли нас розблоковувати нашу блокаду Можливо, в них є якась зброя Тобто ділків, які утримують надприбутки з оборудки з російським вугіллям, це не цікавить Не цікавить факт війни, яка до сих пір йде, що за кошти з цього вугілля Росія знову ж таки може зробити зброю, яка в черговий раз вб'є українця, нашого побратима Нікого це не цікавить. Ну і кажу ще раз дивує, дивує, що можна знайти таких недалеких людей, які можуть сьогодні продатись за можливо тисячу гривень Прийти сюди з нами поштовхатись чи навіть вступити в якусь конфронтацію За тисячу гривень вони можуть продати все що завгодно Свою батьківщину, майбутнє вугільної галузі і свою честь До речі, на рахунок цього сказано Єльої двох моментів По-перше, Україна, я так розумію, забула, що в нас йде війна І забула, з ким йде війна Тому що по Україні абсолютно спокійно курсують вагони з російських залізниць А ще, як Ілля сказав, різні версії походження грузу, вантажів Білорусія, то вже українське вугілля, то вже ще щось, то вже ще щось То СБУ з самого початку нам казало, що це вугілля казахське О, бачите, казахстанське Тобто, документам вірити не можна Я взагалі не розумію людей, які можуть спокійно спостерігати за оцими ж вагонами Ми не можемо знати, що там є По-перше, і умовно кажучи, умовно кажучи, це росія, це підступний ворог Він грає без правил Не факт, що для своєї мети завтра приїде в ваше місто, на вашу станцію Не Соснівки, там будь-яке, Коваль, Володимир, Львів Неважно, приїде отакий состав на начині невибухівки Як нас на митниці робиться, ми всі знаємо Дай Бог, воно може покращитися Але, ще раз кажу, навіть на прикладі цього Коли документи офіційні, тобто заяви офіційні різняться про вантаж Ніхто не може бути впевнений, що завтра цей состав не прийде з метою З російських вагонів, не прийде з метою знищити ваше місто Тобто, ваші діти, які, ну, по-простому говоря, оце, умовно кажучи, сто вагонів стоїть Це, я не знаю, це би Соснівку, певно би змило, просто би змило От, умовно кажучи, мето була вибухівка Просто змило б у неї нічого б не лишилося Тобто, ні садочків, ні шкіл, де вчаться наші діти Ні лікарень, де лікуються наші батьки, чи ми самі, ні вас Тобто, поки є наявність російської залізниці Отак, спокійно, як ми бачимо, що достатньо легковажно пропускається через кордон Без перевірок особливих, тому що документи ще раз матурів віряти не можна До тих пір абсолютно не можна почувати себе в безпеці в будь-якому місті в Україні, де проходить залізнична колія Місті, селі і тому подібне Так що, зверніть увагу на це люди Ці цистерні, тільки вагони ходять, цистерни ходять Навіть, а, до чого я просто веду, що може буде отака ситуація От, наприклад, у цьому, перша ж версія, яка була, що це йде транзитом на Польщу Одну хвилиночку Ніяких вагонів не забирають Всі попытки ці зупинені Зараз те, хто до нас приєднався, робить репост Ми уважно стежимо і за поліцією Кстати, респект поліції Червонограда Вони казали, що вони підтримують акцію проти російського вугілля Але вони за громадський порядок І будуть світкувати, щоб не було тут біг з тушньою І ці тушки ще не розсосались Як ви бачите, там ще купуються Тому ніхто нікуди вагони не прорвав Хто хоче допомогти зараз І хто не може під'їхати Робіть репост, будь ласка Стоять Бодя Расказувати Людям почав розказувати Я вже закінчив Фактично ще раз наголошую, що поки є цистерна з РЖД Вагон з РЖД стоїть на вашій станції Все, забудьте про спокій Забудьте про безпеку Тому що 100 вагонів пройде безобідних умовно кажучи 101 вагон піде целенаправильно в ваше місто Зробити якусь диверсію А диверсія може бути різна Страшна Я ще раз кажу Та будь-що Можуть бути якісь відходи замруднені Може бути отрутохімікати якісь Тобто не можна бути впевнений Поки є російська залізниця в Україні Не можна бути впевнений ні в чому Все, дякую Так, потім посмотрим там ховається якісь представники державних вугільних компаній Які шахтерів українських заставляють виконувати роль тітушек І вони кажуть, що ви не получите, не отримаєте зарплатню Якщо не зблокуєте російську вугільню О, смачте, сфотографію, снімайте Хлопці, ви куди тікаєте? А ми ж паворитий де Панове? Оці ділки, я так розумію, з державних вугільних наших структур Которі ще залишилися з попередньої влади Хлопці! Ви від Каноненка? Йдіть сюди! Дайте інтерв'ю, будь ласка, нашому телебаченню Ви стільки хочете постілкуватися? Доброго дня! Доброго дня! А ви представники якого підприємства хотіли з вами познайомитись? Я представник приватної фірми А от цієї фабрики? Ні, не фабрики А який? Представник приватного Ну, воно має якусь до цього? Вношення до вагоня А ви просто стоїте? Так Так І ви теж? А де третій А де третій там? А де третій там? Добре Ну, ніхто не має до цього ніякого відношення Хоча шахтарям розказують, що вони не отримують зарплату, якщо не пропустять російське вугілля Ну добре Ці люди прийшли підтримати нас, так що давайте подякуємо Дякую вам Дякую, що підтримали, дякую за вашу позицію громадянську Представники приватних підприємств підтримали вашу акцію, хлопці Ми їх подякували Як все добре? Дякую Сьогодні те, хто зараз тільки вийшли до стріму, що відбувалося? 21-й день блокади, це Львівська область, Соснівка, станція Средзавони Місцеві ветерани І до них долучився штаб блокади торгів з окупантами Блокують всі ешелони з російським вугіллям Тобто таке вугілля добувається на території України І тут в центрі Львівсько-Волинського вугольного бассейну Заводять ці ешелони Чотири обласних ради підтримали Підтримали вимоги спілок АТО місцевих Підтримали вимоги місцевих шахтарів І це Тернопільська, це Київська область Це Львівська область І це Хмельницька область Інші області Те, хто нас смотрит Либо ветеран із цих областей Непонятно куди смотрит Івано-Франковська область Патріотична, яка поруч Ті депутати місцевих рад Місцевих рад, райрад, облрад Беріть в інтернеті Ті самі вимоги Которые выдвинули ці чотири обласних ради До уряду І підтримуйте, голосуйте за це Тому що це наше майбутнє І сьогодні... Є ще одна рада, про яку ми забули Я особисто звертався до Саме Черномерської ради В принципі обіцяли мені Провести це рішення по підтримці І волонять Але чомусь... 17-го числа, здається, в них сесія була Але чомусь це рішення не пройшло Хоча ми спілкувались І все було... Позитивний настрій в них був Тобто були впевнені Але не знаю, хто зараз Просто є інформація з інтернету Що, здається, в 2014 чи в 2015 році Теж таке рішення Хотіли провести Але голова ОДА Якийсь жуткий ватник Сидить Він то все рішення запоров Хоча і рішення... І депутати були за Тобто давайте чернівці Підтягуйтесь Тому що мені дивно Я там служив в Чернівцях Знаю настрій Патріотичний край Так, так, край дуже патріотичний І як вони кажуть Ну, я так розумію Непагато залишилось до проведення рішення Але... Доведіть Доведіть це до кінця Тому що чернівці Це невід'ємна частина західного регіону І не тільки західний регіон Давайте долучайтеся Інші регіони І тут вранці збралась Більша купа Молодих Таких Спортивних статур Которые пытались Я так розумію Допомогти Допомогти розлоку... Хлопц! Український Український не блокуємо А це і Москва Це українське вугілля А це Москва Український вугілля Не блокується Тому шахтарям Которым кажуть Що не отримують захопаду Не вірте Российський вугілля до вас не дійде Українська будь ласка Це українська вугілля Зависли місці 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 У мене питання Це львівська область А де партия ПЁС? А де партия ГОЛОС? А де всі патриотично налаштовані організації Які марширують с пакелами Хлопці Зависли місці Хлопці Ну що тітушки є? Вони навіть не знали Куди вони її Не знали Чи вони сюди прийшли А Тобто молодиків з утра нагнали Вияснило Що вони не знають чого їх нагнали Ті хто знали їх вже немає У мене питання до Ось представників місцевої Спілки АТО Що поліція? Поліція з народом? Поліція з народом Начальник Сукальського відділення районної поліції підійшов і сказав Що хлопці ми вас підтримуємо Але надіємося на вашу благорозумність Нікого не бийте Не чиніть правомірних дій Ну і все наразі Поліція приїхала я наскільки розумію Зараз наразі нас охоронять Повдівали бронежилети Готуються до чогось Дуже добре Поліція з народом Я хочу Ещё Несколько нюансів Ответить на несколько питань Которые обычно задають Но задають по методички Потому что однотипные вопросы В основном людьми с пустыми аккаунтами Почему вы блокируете тут А не блокируете в інших областях И дальше идёт список областей Поясню Здесь инициаторами блокады Являлись местная спілка ветеранов АТО И если здесь появились патриотичные люди Мы их приехали підтрималы Не наша вина Что в Сумской области Что в Ровенской области Что ещё где-то Нет таких людей Которые смогли бы поднять флаг Боротьбы за интересы Украины Это не наша вина Поэтому если кто-то рассказывает Где-то там в Днепре В Киеве В Сумах Российского Угиля То рецепт дуже простый Поднимаем дупу свою с дивана Идём до сусида Идём до человека До жинки До дружины До побратимев И блокуйте Будь ласка А если вы будете Проведить такую же инициативу Как и хлопцам из СЭВ Вас тоже поднимают Слуг тут нет Здесь нету сейчас действующих депутатов Там политиков Ещё кого-то Здесь люди, которые защищают свою землю Второе Почему вы не блокируете Спрашивают лес Еще раз такой же рецепт Поднимаем дубу с дивана Блокируем лес Мы не служба спасения Мы не можем носиться По всей Украине Ну а если Кого интересует Особыста Моя позиция по лесу Открываем гугл Записываем В гугл Запад Семенченко Торговля лисом Кругляк Блокада И побачите Сколько роков Мы по всем регионам Украины Пытались Организовать борьбу С незаконным вывозом леса Сейчас и не депутат Я тут громадянин Который свой вильный час Скажем так Помогаю местным Инициативным хлопцам Третий вопрос А давайте Замерзнем Давайте У нас не хватает угля Напоминаю Все истории Про доллар по сто Про замерзнем Они уже были Они уже были После блокады Семнадцатого года И ни одна Из этих страшилок Не сбылась Все это Оказалось фейком Хотят грабить Хотят зарабатывать Хотят убивать Украинский В угольную галость Хотят чтобы Наша краина Была залежна Ведь Московии А мы всего не хочем Поэтому те кто Готов нас Подтримать И Приезжайте сюда В Сосновку Это Либо поезд Бахмут Львов Либо поезд Киев Львов Станция Сосновка Она же Каждый Жертвует Что может Потому что Дело Общее Это Спильно Справа Тут я Бачу Уже Уже Большинство Большинство Забралось Большинство Гуиля И Будем стоять Пока не Вирщиться В уряде Что Работа И как мы можем торговать с агрессором, который сейчас воюет с нами, а мы его покупаем в Гуиле. Ну, вы так понимаете, что я поясню людям, то есть вы проживали в Макеевке, Донецкой области, вы патриот Украины, пошли добровольцем, а потом... Да, добровольцем батальон Донбасс, чтобы остановить эту навалу. И сейчас вы присоединились к инициативе львовских братьев, а что вы скажете, что как хлопцы, что они с собой представляют, спілкуетесь, есть ли... Хлопцы местные, вот они говорят, что они из Червонограда приехали, но их организовали сюда. Ну, хлопцы понимают, что тут нет никакого, как сказать, ну, мы не соби это в Гуиле остановили. Мы остановили для того, чтобы эта галузь не была... Нет, это понятно. Я имею в виду не те, кто сюда приехали помогать протащить у Гуиле, а вот местные ветераны, которые начали эту блокаду, с которыми мы уже, сколько тут, майже тиждень спілкуемся біля костра, біля вогню. Что это за люди, обычные, простые, кто? Это те же работники ЦОФА, это те же работники шахт, которые на округе тут в Львовской области. Вот они и остановили, чтобы... Это обычные люди, то есть я так понимаю... Это обычные шахтари и... Просто тут говорят некоторые комментарии, что это агенты опять какого-то Кремля, блокируют кремльовское вогиле и прочее. Мы это слышали уже и на блокаде и все эти 5 лет. Да, 17-го года, как началась эта борьба, мы ее продолжаем. Мы просто поддерживаем этих местных хлопцов, поддерживаем, ну, должна быть поддерживать. Так что, извините. Так, ну, я так понимаю, что тут все успокоились сейчас. Доброе. Всем хочу подякувать, кто смотрел цей стрим. Особливо подякать тем, кто робив репост. Потому что информационная блокада тревает вокруг этой акции и очень важно, чтобы люди знали правду. Ну и остальное, для тех, кто только сейчас присоединился. Это Соснивка, станция залезничная селез Завоне, Львовская область. 21-й день блокирования местными ветеранами войны. До них мы долучились как штаб блокады, допомогаем. До их требований присоединились уже 4 областных ради. Львовская, Хмельницкая, Тернопольская и Киевская область. Будет еще и дальше. Требования очень простые. Развивать украинскую вугольную галузь. Торговать украинским вугилем. Створить рабочие места для украинцев, чтобы они не уезжали до Польши. Чтобы они не жабраковали тут. Работать все, чтобы у нас была энергетическая независимость от агрессора. И если на всю программу потребует часу, то купляйте пока еще все в Польше, в инших местах, которые с нами не воюют. И тут сегодня была попытка прорыва. Попытка прорыва всего этого дела. Видите, собственник ГТЛК, Москва. Была попытка прорыва, собрали людей на прорыв, но не удалось. Увезти вагоны не удалось. Вот я хочу обратить внимание Петра Алексеевича Порошенко, который кричал, какая у него патриотичная партия. И как ее в Ливской области поддерживают и других патриотичных организаций. В центре Львовского, Волынского, проспилок, в угольного бассейна стоят вагоны с Москвы, с России. А вы все рассказываете в Фейсбусе про якусь там реванш, махаете руками, скиглите в Фейсбусе. А нужно сделать всего лишь одно. Взять свободные два дня, приезжать сюда до хлопцев, допомогайте им. Или сделать все это же самое в своем регионе. Украина потребует дей, а не балабольства. Всем дякую, до новых встреч. Виду стрим. Как заточник заточником. Зараз включу. Блин, потреба. Где что-то херня перекидывается. Ну прийдет. Еще раз доброго дня. Мы уже попрощались в предыдущем стриме. Тетушки, а также обуренные шахтари обманутые разошлись. Которые пытались прорвать блокаду торговли с российскими оккупантами углем. Но спробы продолжаются. Подогнали уже локомотив. 21 день идет блокада российского угиля в Львовской области. Местные спилки АТО, шахтари блокуют российского угиля. Точно такое же угиля добывается на территории подконтрольной Украины прямо здесь. В Львовском угольном бассейне. И пришло более 150 вагонов. За ним идет около 1000. Эти вагоны идут с Москвы. Сейчас я вам покажу. И идут на местную обогатительную фабрику. Где смешивается с породой, со шламом. Над прибутки осуществляет предприятие, которое контролирует Королевская. Это фракция Медведчука. Четыре уже областных рады. Хмельницкая, Тернопольская, Киевской области и Львовской области. Подтримали блокаду. И обратились до уряда, до генпрокуратуры, до полиции. С вымогою зупинити це. Але никто поки що не хочет чути. И вот с утра уже активно. Вот смотрите пожалуйста Москва. И вот уже с утра опять попытки подсоединить вагоны. Вот гонят сюда локомотив. Кто зараз нас бачит, давайте робить репост, потому что блокируют тоже информационно. Доброго дня. Вы с российским вугилем прибыли? А вы в Украине сами? А навсего вы хотите российское вугиле оттащить до нас? Я на работе. А если бы у нас был концлагерь, вы бы в концтаборі працювали на окупационном уровне? Ну вы поддерживаете, что нужно торговать украинским вугилем, а не российским? А вы это поддерживаете? Я тоже не поддерживаю, но я еще раз повторю. Я работаю, я на работе. Ну вы за Украину? Да. Ну доброе, дякую. Вот тут таке дело, что частина АТОвцев, частина Шахтаревцев, люди с профессиональными захворюваниями. И деякие хлопцы теряют сознание прямо на рельсах и не могут никуда не двигаться. Я инвалид войны, третья группа, у меня перебит позвоночник, резкий боль. Вы свалились, я так понимаю, на рельсах, не можете уйти. Спотихнулся, упал и бляха, чтобы подвинулось позвонку. Да. То есть блокование не отбывается, а я так понимаю, что что-то в позвонку у человека хрустнуло. И сейчас, пока что их поврятимы, шукают возможность ему допомогти. Я швидкал, швидкал уже в дороге. Чомусь на вагонах написано «Миссия для хуйла», но сюда пришла наша украинская полиция. Видимо, она поддерживает вимоги Шахтаревцев. У меня заслуженный народный мастер Украины Каганюк Митро Миколаевич. Позвольте в спилке Шевченко и скажите, что мне стало хуйово. Тут с утра уже были спробы. Пригнали сначала больше 30 молодиков спортивной статуры и пытались прорвать блокаду. Пришла и полиция, которая говорит, что она поддерживает вимоги, но она за порядок. Это Львовская область, напоминаю. Это российская вугиля. 150 вагонов. То есть у нас эта вугиля добывается на территории Украины. Это газовая группа. И она идет прямо с Кемерово, хотя все то же самое добывается на шахтах. Это неправильно. Это преступно. Потому что торговать с врагом во время войны преступно. Зависеть от врага в поставках преступно. Развивайте украинские шахты. Вкладывайте туда гроши. Добывайте украинские вугиля. А я так понимаю, что вот пановые полицияны пытаются какую-то криминальную справу для украинцев, которые защищают украинскую державу. Криминальную справу, какую сделать. Они, я так понимаю, не в курсе, что Львовская область поддержала вымоги хлопцев. А блокирует на самом деле собака. Обратите внимание. Звычайно украинская собака. Да, подавись. Скажите, пожалуйста, Путин пыло. Собака махает головой. Скажите, пожалуйста, вам погано? Швидку выкликали. Швидку выкликали. Вам погано стало на рейках? Да. А скажите, пожалуйста, вот вы представьте. Просто думаю, что тут агенты какие-то сказки расскажут. Вы же местный. Скажите двух слов, кто вы? Я местный народный мастер Украины. В шестой спилке всеукраинских народных мастеров Украины. Англия спилка и рейтерская тридцатьяна. Голова Шевченко. Бывший радик президента Юшенко. А я ишел в Стрепи. Вот тут вернул ногу, случайно. Впал и лежу. Это самое. Я воевал в Атрои. Под Партаков получил траву. Позвал ставлю. У меня быстро стал на столе. И свинка круг головы. И все против. То есть, в принципе, вы против российского гиля, но вы ничего не порушуете? Вам просто от этой информации, что тут есть российского гиля, стало погано прямо на рейках? Моментально. У меня круг головы нет. Там есть тайки и так. Я недавно, до речи, в Ирлове зародил на червенно-свитную палочку. Это зафиксировано в институте и в институте. Понятно. Спасибо вам. То есть, кто до нас сейчас приедался? Это Сосновка. Львовская область. Центр Львовско-Волынского угольного бассейна. И сюда прибыли 150 вагонов с российским углем. С маркировкой Москва. Вугилия с Кемерово. Вугилия газовой группы, которая добывается на территории подконтрольной Украины. Прямо здесь добывается. Вот это вугилия. Это не антрацитики. Это вугилия газовой группы. То есть, вместо того, чтобы обогащать уголь украинских шахт, которые здесь добываются, и отдавать наши ТЭС, поддерживать рабочие места, чтобы создавать нашу энергетическую независимость агрессора. Что делают эти агенты Путина? На фабрику, которая належит Королевской, это центральная сбогачивающая фабрика Червонограда, через всю Украину идет вугилия с Российской Федерации. И вместо обогащения украинского вугилия здесь процветают схемы инши. Здесь смешивается с породой, с шламом российское вугилия, и потом палится в наших ТЭС. И губится наша отрасль. Хотя, давно можно было бы принять план, еще при попередней владе, по реконструкции наших шахт, вложиться в державе, в обладнание, сделать так, чтобы вся наша вугилия была рентабельна. Вместо этого через всю страну идут вагоны с российским углем. Идут вагоны, давая над прибудки, фактично Королевской, фактично Медведчуку. А потом он на цих грошах содержит каналы 112, там ЗИК и инши, и оболванивает мозги украинцам. Рассказывает им о том, что нужно капитулировать перед Россией. Тут нет, я вижу, пишут про партию Пес, тут нет никакой партии Пес. Тут звичайные граждане Украины, которые представляют местную спилку ветеранов АТО, местных шахтариев, и они не дают цему угилю уже 21 день дойти до места назначения. Их вымоги подтримали Львовская областная рада, Хмельницкая областная рада, Тернопельская областная рада, Киевская областная рада. И уже инши облрады на подходе. То есть, видите, человеку стало погано. Я так понимаю, что полиция, с одной стороны, скажет, что она за громадский порядок, и вот начальник местной полиции, а с другой стороны, я так понял, уже собирается материал на криминальную справу, чтобы это угиле поступало на ЦОВ Королевской, а потом, чтобы эти деньги шли на 112, на ЗИК, и чтобы наша страна подталкивалась до капитуляции. Очень хорошо, но никаких тут криминальных порушений нет, потому что человеку стало погано на рейках. Стало погано. Кто зараз смотрит наш стрим? Нас 240 тысяч подписчиков. Давайте робить репост, разгоняйтесь по группах. Те, кто готов сюда приехать, будь ласка, Киев, либо Бахмут-Львив, либо Киев-Бахмут-Соснивка. Людине стало погано. Вот полициянт звернулся до людини, и я так понимаю, питает, нужна ли какая-то допомога. Так, тут бачили люди, что собачка блокировала. Так, собачка, ее личность установлена. Ця собачка патриотично налаштована. Вона тут где-то бегает. Продолжим. Кто хочет поддерживать эту акцию, хватит трындеть и скиглеть в комментариях по поводу того, что у нас какой-то реванш. Поднимаем дупу, приходим сюда, допомогаем. Кто готов поддерживать хлопцев там, какие-то ижи, финансами, будь ласка, приезжайте, привозите продукты, харчувания. Кто готов, приезжайте сюда, это Львов, Львовский потяг, это Бахмут, Львов, Чекиев, Львов, станция селез Завоне, Соснивка. Робить репост, звертаясь до всех тех, кто нам казки рассказывал на выборах, что они за Украину, что они против торговли. Поднимайте свои дупы, независимо от партийной принадлежности. У вас масса депутатов, районных, местных, сельских, областных рад. Четыре областных рады уже поддерживали блокаду и вернулись с требованиями. А им нужны деньги, им нужны деньги и пофиг все. А вот типичные представители. У российского вугиля много защитников. Вот, где какие из них. Аргументы очень интересные. Если российское вугилье не пройдет, то шахты станут. А это какое вугилье? Вагоны России. Хлопцы, тут говорят, что это украинское вугилье в российских вагонах. Тут есть гиряки? Да. Что ты долго чувствуешь? Вызывайте перерывы и скажите... Это российское вугилье, которое в вагонах с маркировкой Москва едет сюда. По документам ЦУ Угиля с Кемерово. Российской Федерации. Тут меня поправляют, что нужно сказать дупы, а не дупы или еще что-то. Да пофиг. Пишут, что я там погано разговариваю украинское. Так, друзья, с обычной, с очень доброй литературной украинской мовою. Поднимайте свои дупы, дупы, безразлично. Приезжайте сюда и допомогайте хлопцам. Потому что мы на фронте были все разом. Все, кто за волю за Украину. И давайте шевелитесь. Продолжим. Тут много людей, которые провокуют, пытаются рассказать, что это украинское вугилье. Вот один из диалогов. Я работаю в ДП не вугилья на шахтах. Я не шахтар. На каких это шахтар? Какие разницы на каких шахтарах? Я объяснил, в ДП не вугилья. Вот так, в ДП не вугилья, все шахты. Пришел по всем шахтам бегать. А это шахты? Нет, я работаю на шахтах. Какая разница? Ты скажешь, ты шахтер. Фабрика, куда все это идет, належит королевской. Ця фабрика приватна. На этой фабрике вместо сбогачивания украинского вугиля давно уже отбываются другие вещи. На это не звертают уваги ни полиция, ни прокуратура. Поэтому мы звертаемся до президента Зеленского, звертаемся до Верховной Ради, до генерального прокурора. Развивайте вугольную галузь. Припините экономичную диверсию с российским вугилем. И чтобы горняки, чтобы хлопцы, которые воевали в АТО, им не становилось погано на рейках. А вы порядочный клоун. Ты порядочный клоун. Ты порядочный клоун. Рассказывает сказки, что это вагоны московские, а на самом деле это вугилья украинские. И им не выплатят зарплату. Шахты станут, если российский вугилья не пройдет сюда. Я хочу обратить вашу увагу. То есть в центре сердца Украины, Львовской области, уже на шестой год войны, робят загоны тетушек, робят из шахтарей людей, которые за зарплату, за деньги готовы погодиться на российское вугилье, готовы принять участь в разгоне своих же братьев. И слава Богу, что этих людей пока еще не много. Скажите, что тут случилось? Людине стало плохо. Он у нас... Ну, человек не особенная. Ему часто делается плохо. Особенно, когда он видит такую зраду, да? Да, при такой зраде. Особенно, когда мы видим, что мы гнали. Хлопчиков, мы понимаем. Шахта, яка, не знаю, на какой я шахте працюю. То есть такая ситуация. Может, у него и тиск поднялся, а может, сейчас еще герче станет. Не знаю. А скажите, пожалуйста, что это за истории, и расскажут людям, что они шахтари, и что это, начебто, украинское вугилье, и что, начебто, только оно в российских вагонах. И мы блокируем украинское вугилье, у них не будут зарплатные. Что это, на вашу думку, происходит? Как это происходит? Манипуляция со стороны великого людей. У нас это не так, что они не будут зарплатить. Это российское или украинское вугилье? Это, по словам пана Парарова, при 40-м вугилье, это российское вугилье. С Кемеровской области в вагонах Москвы. Будь ласка, сделайте репост. Давайте пробивать информационную блокаду, которая сейчас выбивается на околе всех событий. Кто хочет допомогти, сделайте репост, разгоняйте по группам, люди должны узнать правду. Если есть честные журналисты, приезжайте сюда, не все же проплачены. Вот мы видим, как окремные люди рассказывают, что украинским шахтарям не выжиты без российского вугиля. Вот я поснимаю все это. Так я могу сказать, чего он боится. Не боится, а он осторожно. Потому что еще окремные бляди на державных посадах, которые рассказывают шахтарям, что это украинское вугилье, не пропустить, вам зарплату не выплатят. И этих людей мы еще не выкорранили оттуда. Еще их не посадили. Поэтому зачем кому-то подставляться? А зачем? Вот же забирают у вас лопату. Вот российское вугилье. Вугилье это что? Российское вугилье это... Чье это вугилье? Вугилье это чье? Это чье? Что вы тут делаете? Если вы... Рассказываю. Российское вугилье. Рассказываю. Я такая же женщина людина, как и ты. Вон российское вугилье, вон Москва. Вот этих хлопцев сгоняют сюда для того, чтобы создать иллюзию, что шахтари за российское вугилье. Еще раз, что вот бывает? В центре Львовской области Працуют злочинные схемы. Вместо украинского вугиля сюда поставляется эшелонами российское вугилье. И 21 день уже все это блокуют. Влада не реагует. Львовская облрада, Тернопольская облрада, Хмельницкая облрада, таиншие облрады поддерживают это. Но сюда пригоняют тетушек, сюда пригоняют людей. Во-первых, а вы себя узнали в этой речи? Я про тетушек говорю. А я разве показывал на вас пальцем? Серьезно? А вы за всех отвечаете? Тетушек тут нема. Навище вы поддерживаете Путина? Я был против Путина. А навище вы поддерживаете российского вугиля, который он прислал? Я не потребую закрыть кордоны. Я такой же человек, как и вы. Я буду закрыть кордоны? Слушайте. Ну и тут я помогаю хлопцам, которые не хотят, чтобы ваша работа загинула. Они не хотят, чтобы вугильная галузь загинула. Украинская. А это российское вугилье. Вот давайте побачим. Москва, будь ласка. Тут возбывается спроба, другая спроба прорыва блокады российского вугиля. Сейчас погано стоит разным людям тут. Вот. И полиция чему-то не хочет чути вымог народа. Не хочет чути вымог областной ради Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской области, которые приедались до этого. И так же масса неведомых людей, которые кричат, что они украинские шахтери, а без российского вугиля они живут. И все для того, чтобы прорвать этот кордон и привезти до Королевской, до центральной збагаченной фабрики, приватной структуры российского вугиля. Чтобы наша вугильная галузь занепадала. Периодично погано стоит на рейках разным особам. Вот началось все с этой собаки. Ей погано стало. Доброго дня. Скажите, будь ласка, что вы думаете про Путина? Она не хочет чути. Это украинская собака, она про Путина не хочет чути ничего. Я правильно понимаю? Как вы относитесь до Путина? А до российского вугиля? Даже пес. Не пес, который... Не пес, который Петрович Порошенко, а украинский пес. Не хочет чути про российское вугиле на украинской территории. Вот видите. Вот его отношение до этого. Вот. Ну, с одной стороны, очень благодаря украинской полиции за то, что поддерживают громадский порядок. Но я так вижу, что тут они фиксируют спроби украинских патриотов. Украинской области. Украинской области. Вы живете здесь? Так, так. Я местный. А скажите, я правильно понимаю. То есть вы сейчас хотите вот этим тепловозом утянуть вот эти вагоны российские на сбогачивальную фабрику? Как хотите. Как что сказать, я этого не додаю, я вас поддерживаю. Но мы выполняем кандидки на суд. Разрешите. Украинская область. Нам сказали, как вы ездите, забрали вагоны. Вы блокируете, вы чекаете. Дальше, как мы дальше пойдемте. Чи ездите, дальше свою работу делать. Чекаете, чекаете. Чекаете, что что-то решится. Дякую. Ну, вы сгодны с тем, что если такое вугиле выделяется прямо вот тут, и Львовская, и Волинская область, то держава должна вкладывать сюда деньги, чтобы создать рабочие места, высокую зарплату, и наше вугиле, а не российское гонять? Ну, как человек, вы с этим сгодны? Ну, конечно, я действительно с этим сгоден, чтобы наша вугилля сгоднуло, чтобы наша вугилля сгоднула. Потому что наши кривы добывают, чтобы средне было зарплату за свою модель. Это вугилля сгоднуло, чтобы они слишком много сгоднули. Я в среднем сгодну сгодну. Но если вы понимаете, где это российское вугилля? Но чтобы оно действительно было за каждую копейку из того вугилля, чтобы шла в государственный бюджет, а не в приватных структур. А вы в курсе, что Львовская область... Ну, я так думаю, на державном уровне, что эта вугилля действительно перераблялась здесь. Украинская вугилля, так? Да, да. Дякую. Друзья, тут проходит спроба разблокирования блокады российского вугилля. 21 день эта блокада происходит в Сосновске, городе Червонограда, Львовская область. Раньше присылали тетушек, чтобы они разблокировали это. Масса из них кричали, что это вугилля не российская, это вугилля украинская, хотя большинство АТОвцев, которые блокируют сами шахтари. И вот это говорят, что это газовая группа, и по документам газовая группа это вугилля с Кемерово. И вот собственник ООО «РБ Лизинг» идет все это на шахту Королевской, не на шахту, а на сбагаченную фабрику. Вот, видите, Москва. С пробой тетушками разблокировать не удалось, теперь пытаются разблокировать с помощью полиции и пригнали тепловоз. Давайте я буду пока стрим заканчивать. Если будет загострение, я снова выйду. Как можно нам допомогти? Первое, сделать репост, потому что здесь информационная блокада. И ЗМИ замалчивают ситуацию. Другое. Кто может приехать, седайте либо в Автивку, приезжайте в место Соснивка блокады финансовые, потому что это все за народные деньги, и ни олигарх, естественно, с российским вугилем не борется. Кто может, приезжайте в свою міськраду, облраду, райраду и приеднуйтесь до вимог Львовской облради, Хмельницкой облради, облради Кернопольской, облради Киевской. Они уже официально поддержали эту блокаду. Какие вимоги протестувальников? Их вимоги звичайные, очень звичайные. Финансировать нашу промышленность вугольную, развивать украинские шахты и прекратить защитить торговлю российским вугилем. Если вам потребен час нашему уряду на разбудову цей системы финансования украинских шахт, то поки сегодня выбывается. Таскайте с Польши, таскайте с будь какой краины, только не с краины агрессора. Ну и те люди, которые имеют знакомых честных журналистов, которые еще не скурвились и не играют сейчас в молчанку, приезжайте сюда. Ну а патриотам с различных политичных партий, общественных организаций, хочу сказать, хватит скиглити про реванши, про інше. Поднимайте дупы с диванов, приезжайте сюда. А если вы рассказываете о том, что десь в инших областях, как есть идея российского вугиля, так поднимайте дупы в инших областях, потому что мы приедналися до тех, кто дает, до сосновских ветеранов. Доброго дня! Сегодня третий стрим у нас за цю годину. Значит, мы находимся зараз в месте Соснивка. Это Львовская область, биле Чернограда. Сердце Захидной Украины и Львовско-Волинского вугольного бассейна. Здесь 21 день тревает блокада торговли российским вугилем. Тут заблоковано 150, майже 150 вагонев с Москвы, того же самого сорта газового вугиля, которое добывается на территории прямо здесь, Львовского бассейна. То есть вместо того, чтобы вкладывать деньги в державные шахты украинские, ставить новые обладания, делать так, чтобы они добывали больше, рентабельнее. Вместо того, чтобы запустить, например, шахту номер 10 в Львовской области, эти миллионники, которые на 95% готовы, видите, Москва, тут идет на фабрику, которая наложит Королевской, через основных там лиц, я маю на увазе депутат от ОПЗЖ, фракции Медведчука, идет российская вугилья. И четыре областных рады поддерживали эту блокаду Львовско, Хмельницко, Тернопельско и Киевской области. И это текий початок. Будет еще поддержка, такая, значит, далее масса людей сюда с утра подтягивается за долю малую, скажем так, и пытается рассказывать нам миллиард. Значит, вот эти люди кучкуются по ризным кущам, по ризным кущам, видите, махают руками. Люди, которые сюда запросили под видом, под выглядом того, что они, значит, украинские шахтари. И они кажут, что мы не получим зарплату. Нам Центр Энерго дали команду, что если мы не получим, не пропустим сюда российский уголь, мы не получим зарплату. И здесь рассказывают в сказке уже 2 часа о том, что это не российский уголь, а украинский, о том, что они не получат зарплату. Ну и люди специфичной внешности, я думаю, специфичной совестью. Это центр, фактически, Львовской области. Здесь также есть полиция, местная полиция. Есть руководитель местной полиции. Они говорят, что они только поддерживают громадский порядок. Но их задача, вот с помощью этих людей, я думаю, что их особо уже идентифицированы, значит, вот эти потязи потянуть в ту сторону, на фабрику Королевскую, и забрать 150 вагонов российского угля. Начали эту блокаду ветераны АТО, города Соснивка, начали эту блокаду шахтарьи. И местная рада тоже поддерживала, и Червоноградская тоже поддерживала эти требования. Возвращаются они до Кабинета Министров Украины, до Уряда, до Генпрокуратуры с требованием заборонить торговлю вугилем, которое вы добываете на территории Украины. Сохранить рабочие места для шахтарьев. А вот там, если вы видите, на пригорке стоят и другие люди, которые ругают все эти справа. Значит, будем их потом идентифицировать. Они кажут, что они приватные предприемства какие-то, но мы понимаем, что это не так. Мы их уже фотографировали, это те люди, которые в этих схемах участвуют. В чем заключается эта схема? Вместо того, чтобы заниматься обогащением угля с украинских шахт, Львовско-Волынского угольного бассейна. Здесь занимаются смешиванием российского угля сейчас с шламом, с породой и фактически за счет развития наших шахт занимаются своими оборудками криминальными, а также способствуют агрессору в захвате нашего экономического пространства. Это Львовская область. Скажите, пожалуйста, а где все патриотические партии, которые нам рассказывали на выборах, что они против того, чтобы торговать с Россией, что они за Украину? А где здесь патриотичные организации? Где все эти люди, которые сейчас кричат, качают историю о том, что там зрада, о том, что у нас реванш? А почему они качают это только там, где это безопасно, в Фейсбуке? Почему их нет тут? Меня часто спрашивают, а почему вы не блокируете что-либо в других областях? Ребята, так именно в этой области нашлись активные люди, к которым мы приедналися. Но по человечеству блокаду именно месевы атовцы. Если будут в инших областях, вы тоже долучаетесь до цех поди, поднимайте свои дупы с диванов и вперед. Значит, так уж хочу звернуть увагу, что все цикируется именно с державного сектора. Потому что сейчас на державных шахтах с шахтарями проводится спивбесседы, проводится агитация. Им рассказывают, что если они не пробьют дорогу российскому углю, их лишат зарплаты, их лишат вообще там работы. То есть фактически на шестой год войны не в Сумской области, не в Харьковской области, а именно здесь, в Львовской области, создают отряды тетушни, и вот так вот морально пытаются разложить местных месевых мешканцев, чтобы они за зарплату готовы были продать уже и Украину. Как вы видите, на всех вагонах есть наши украинские прапоры. Все эти вагоны промаркированы, что они российские. Есть место Москва, надпись. И все хлопцы, эти забрались из Сосновки, из Червонограда, для того, чтобы поддерживать всю блокаду и не допустить прорыва. Естественно, будет купа бруда. Естественно, уже рассказывают, что нас тут кто-то оплатил. А кто может в центре Украины оплатить людей, которые блокируют ввоз российского угля во время войны в страну? Ну, я думаю, что вы сами понимаете, что повестись на такую историю могут только очень недальновидные люди, но желающих продаться задолю малую, к сожалению, есть. Вон стоят, вот это я показываю, тетушня, готовятся для того, чтобы протолкнуть каким-нибудь чином эти вагоны. Я так разумею, что дуже добре уже всем обещана нагорода. Вот полиция, яка чумусь не пытается разобраться, кто ци люди. Ну и вот собаки, які теж підтримують блокаду торгивли с оккупантами, у яких видношення до Путина дуже поганые. Ведем стрим. Будь ласка, робить репост, разгоняйте это по группам. Те люди, которые могут приехать, приедьте. Це наша краина. Не надо быть байдужими. Тем более, если уже в Львовской области появились такие истории, то что вы представьте, будет сейчас в областях, которые граничат с Россией. Там уже де-факто получается Российская Федерация нам микирует. Это украинский уже Путий. И сейчас хочу сказать, что это очень-очень символично. На этих российских вагонах написано место для Путина. И обратите внимание, здесь скрывается, как консервы реального отношения людей за Украину. Кто готов продать свою душу, гидность, краину за панюшку табаку, за копейку, придумывает, как успокоить свою совесть. Рассказывает сказки про то, что это украинское вугилье, про то, что мы без него замерзнем. И они стараются по одной стороне, за Путина. Другие кричат, что они за Украину, что они нас поддерживают, они выполняют указки. Резигнать, увезти все это. Они тоже стоят на то же самое место для Путина. А где? Далеко? Нет, нет. Вот он это. А ци хлопцы, как и на фронте, как и тут, они с другой стороны. Это место для Пула. Поэтому можно рассказывать сколько угодно, придумывать сказки, тут щеголять своим красноречием. Мы это все на Киселев ТВ видали. Скобеева своим языком метлой метет еще почище, чем те, кого я здесь слышу. Только что у нее нет совести, что тут. И в начале двадцатого века наша краина, на жаль, двадцатого века она втратила незалежность именно потому, что одни боролись, а другие сказали моя хата с края. А потом эти люди шли в загоны НКВС и убивали украинцев, рассказывая о том, что они за Украину сами. Вот история повторяется. Но я сподеваюсь, что в виде фарса пока еще. Ситуация не пружина, но контрольорова. Вы видите, вот эти главные участники блокады, блокады, это проукраинские налаштованные собаки. Доброго дня. разобрались сами и украиномовные хлопцы, и российскомовные на фронте, когда защищали нашу волю и нашу незалежную нынку. А все балаболы, которые пытаются борьбу за Украину в связи до болтовни в комментариях, поднимайте свои дупы из диванов, приезжайте сюда, становитесь поруч с хлопцами, заодно и поучите, как разговаривать, и какие слова тут говорить. А тут даже на собачьей мове засудживают Путина, так? Так. Вот. Какие отношения у вас до российского вугиля? Скажите, пожалуйста. Поганые. Дуже поганые, я вижу. Вот. Вот эти люди в кепках выдают себя за шахтарев, рассказывают тут чушь. Вот львовяне, смотрите, вот это обличие некоторых людей в Львовской области. Они говорят, что это вугилья не российское, что это вугилья украинское, хотя и по документам, и по качествам, и по маркировкам на вагонах это именно российское вугилья. И именно поэтому облрады Львовская, Хмельницкая, Тернопольская, Киевская поддерживают требования блокадников, поддерживают их требования за обороны торговли с врагом. А почему-то другие люди одни сидят дома и только трындят в Верховной Раде, как партия ПЕС, например. А другие люди придумывают себе разные способы заглушить свою совесть и фактически захищать тут интересы ПУЛА. А настоящие справедливые хлопцы и девчата воевали на фронте, а сейчас захищают нашу батьковщину тут на рейках, вместо того, чтобы быть своими родинами. и даже некоторые представители другого света, например, ПЕС, она тоже против вугиля Путина. как вы относитесь до ПУЛА? вугиля Путина. правильно пишете, выяснилось, что мы еще против американцев. Отлично. кто враг моего государства? Украины. спасибо за то, что блокируете. Если вас потом будут обвинять в суде, мы вас поддержимаем. Нельзя, нельзя, не можно, не можно. Блокуйте, блокуйте. Сколько вам часто дать, что вы научились в украине? Столько, сколько вы научитесь дети в интересах Украины. Вот вы научитесь, а я научусь разговаривать. Да ладно, вы ПУЛО пытаетесь провести до нас. А ты мародер и прислужник ХУЛА, понятно? Вот ты кто? Да не надо рассказывать, ты хуже Скобеевой, ты хуже Киселева, потому что они москали, они москали, и они агрессора представляют, а вы рядитесь в шкуру украинца, а ведете себя, как звичайные пророссийские тетуханы, блядь. Вот вы кто? И вот смотрите, пожалуйста, их родные, их соседи, смотрите на них, будь ласка. Да, куда же вы отворачиваетесь? Эти люди хотят, чтобы уголь ПУЛО прошел нашу территорию. Давай, давай. чтобы уголь ПУЛО прошел. Я хочу, чтобы вы научились украинской умовой. Замечательно, в таком случае, давайте запинимо уголь. А на то, что вы сейчас говорите, вы ее бреху. Да, да, да. Сначала вы уголь ПУЛО остановите, а потом я научусь украинской умовой. Ведете себя захаживать на украинец, блядь. Какой батальоне воевал? В каком батальоне вы воевали? Просто интересная тайна. Ну вы же говорите, что вы защищаете российский уголь воевали в батальоне? Ну вы в батальоне в батальоне. Я тебе скажу так. Пусть не снимаем. Пусть не снимаем. Ну, не снимай. Зачем? Просто. Не зачем? Вы только что шахтаря ганбили, который не говорил какой он шахта. А теперь вы скрываете, где вы воевали. Я не снимаю вас. Я обещал. За то, что мы российское уголье вашему мозгу не понять. Если вам серьезно интересно, сколько стоит блокировать российское уголье во время войны, то у вас никакой совести нет. А у нас совесть есть. Поэтому мы тут и находимся. А сколько стоит, скажите, пожалуйста, рассказывать сказки и пропихивать сюда российское уголье. Вы просто проблему в нашей галузе знаете? Вот человек, который изображает из себя очень заинтересованного в украинской угольной галузе шахтаря. Но он сюда пригнан с остальными побратимами такими же людьми для того, чтобы провести этот вагон сюда. И я скажу, что совести у таких, как вы, немая. У меня с прибичниками российских оккульпантов диалога никакого не может быть. Немая. Пойся. 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 Скажите, будь ласка, какое у вас отношение до российского уголья и до пулуа? Пойся. Пойся там. Поганное отношение. Пацаны сказали, что этих вагонов мне не будет даже час. Сказали прямо в лицо. Все. А что они тут делают? Нет, нормально. А я помню, в 14-м роте нам на фронте те же самые питания задавали. А сколько вам проплатили, что вы пошли захищать и Украину? А за сколько вы продались олигархам? Сироки идут, а питания тупые остаются. Потому что людям не понять, что защищают Украину и здесь и там. Не за гроши, а за совесть, бля. И в этом разница между, блядь, людьми, кто за Украину и москалями, на каком бы языке они не разговаривали. Рядиться под украинцем очень просто. А вы попробуйте деятели украинец, да, конечно. Так вот, мясевые хлопцы, вот мясевые хлопцы. Да нет, брат, я с тобой слово даю. Напружена ситуация. Кто до нас сейчас приеднался, напоминаю, что происходит. Это 21 день блокирования мясевыми АТОвцами Львовской области, в месте Соснивка, российского Угилля. Мы приедналися до них как штаб блокады, потому что в других областях, на жаль, нет такой инициативы, а вот местные усердствия угольного края, в угольной галузе Львовско-Волинского угольного бассейна повстали и держат тут в облозе 150 вагоней уже 21 день. Львовская, Хмельницкая, Тернопольская и Киевская области областные ради поддержали уже эту блокаду и вернулись с с вымогами до Зеленского, до керевника нашей генпрокуратуры, до керевники в парламенту, с вымогами заборонить виз того вугиля, который здесь добывается. Вот цей вугиля с Кемерово, вугиля марки Г. Что происходит? Вместо того, чтобы начать диалог и прислушаться к органам местного саморядования, к ветеранам, которые захищали нашу Украину, к громадскисти. Сначала начинается в Центр энергодержавном предприемстве. Люди работают шахтарями и рассказывают им, что если вы, украинские шахтари, не разблокуете российское вугиле, не уберете отсюда блокаду, мы вам не выплатим зарплату. То есть, державные службовцы рассказывают такие речи. Где прокуратура, где губернатор, где СБУ. Это злочин, криминальный злочин. Потому что притворять, использовать в качестве тетушни шахтеров против таких же, как они, побратимов, это злочин державный. Другое. Вранься сюда приехал, вранься сюда приехало 30-40 человек. Вот они кучкуются. Видите, специфичные дуже статуры. И они кричат, что это вугиле, это вугиле украинские, начебто. Просто в российских вагонах. Придумывают массу историй, лишь бы оправдать свое божание, чтобы сюда прошло все-таки российское вугиле. Полиция тут, но она бездия. Но и не становятся на иншу сторону. Она підтримует громадский порядок. Я хочу сказать, что местная полиция в добру сторону отличается от полиции, которой командовал Абруськин в Донецкой области. Все-таки хлопцы из Ливской области, и они не спешат підтримовать оккупантов, они следуют только за громадским порядком. Это очень хорошо. Потому что если бы тут была непатриотическая полиция, как бывает в Донецкой области, это было бы очень-очень ужасно. Потому что это Львовский регион. Местные жители, которые работают на этих станциях «Залезничный», тоже поддерживают требования блокады. Что нужно сделать, чтобы помогать? Первое. Можете приезжать сюда сами. Потяг Киев-Львов. Потяг Киев либо Бахмут-Львов. Станция Селец-Завоне. Место Сосновка. Второе. Если вы приединиться не можете сюда хлопцев, делать такие же точки сопротивления в своих областях. Мы вам допоможем. Третье. Если вы сами депутаты местных, областных чиселочных рад, либо если у вас совесть и вы знаете, где в вашем месте находится вся рада, идите туда. Берите в охапку хоть одного депутата. Показывайте им с Верния Львовской облрады, Тернопольской облрады, Хмельницкой облрады и Киевской области облрады и принимайте такие же такие же зверния, как и они сделали. Третье. Кто может допомогти харчами, палатками, теплым одягом, чи там финансово, будь ласка, приезжайте вам как волонтеры, допомогайте. Кто может имеет каких-то журналистов, у которых еще совесть осталась, будь ласка, сообщайте журналистам о том, что это происходит сейчас, люди должны знать правду. Кто не имеет таких связей, пожалуйста, делайте репост. Делайте репост. Еще раз, все те люди, которым байдуже, которые мне тут пишут комментарии, будь-яки, лишь бы не підтримувати цю державну справу, мы до вас теж не звертаемость. Мы звертаемся тикет для украинцев. Украинцы все люди, які волю за Украину, які діют, а не скиглят. Поэтому делайте репост. А кому не нравится, что мы тут делаем, то это не для вас, это для украинцев. скажите, будь ласка, ваше отношение до Путина, будь ласка, и до российского вугиля. Видите, даже украинские, проукраинские налаштованные местные собаки дуже погано относятся до российского вугиля, сердце вугильной галузи, отрасли. Все собаки здесь против пыла. Видите, они показывают, что вони за Украину. Ну что, друзі, сделаем поки що перерыву, тому що ці спроби будут, я так розумію, продолжатся і далі прорыва. Подтягивайтесь сюди. За це, на жаль, заплачена величезна поштасть за спроби прорыва цього. Хлопцям, ветеранам, які тут працювали, теж продавали гроші за каждый вагон, вони відмовились. но, я так розумію, кожна пропозиція будуть працювали сюди. І говорити, що ми хочемо зарплату. Це дуже дуже цікава позиція. Це дуже цікава, як ти в Грузії мародерством займався. Це мене дуже цікаво. Раскажіть, як я мародерством займався в Грузії. Ти сам знаєш. Не знаю. А семки є? Семки є? По факту я знаю, як ти вчора на ЦОФІ був, деньги просили. Так, так, так. Я вчора в Києві був. Все в курсі. Так, 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 так. Але мародерством займався в Грузії. Так, звісно. Семки є? Ну, семки, 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 семки. Скажіть, будь ласка, а якщо відносини до цього вугілля у вас? Ви підтримуєте російського вугілля? А тема тут наша, російського вугілля. Так, що ви блогерством займаєте. Да, займаюся. Потому що такі, як ви, в СМИ це не освіщають. Що? Що? Которі стоять, захищають російського вугілля? Которі захищають російськое вугілля? Лично ви? Ви тут російське вугілля. Зачем захищаєте? Ви захищаєте російську вугіллю? Якое міта в вашого нахождення? Метта моя. Як ти займався мародерством. А, тобто ви прийшли сюди, дізнати, как я займався мародерством? Ти займаюся блогерством. Да, да. Зачемо. І буду займати ще. Що займаю? Скажи людям, як ти там жив в Грузії. Ты твои побратимы сидят, а ты тусуешь тут. Торнадовские твои? Какие? Почему торнадовские? Донбассовские мои. А вы сюда пришли поддерживать торнадо на рейке, да? Причем тут кого мы поддерживаем? Вы за российской вугильи или нет? Не, нельзя. Не, нельзя. Я не разговариваю с людьми, ничего не говорили. Я не сниму балаклаву, не веду в депутаты. Это ваша фантазия. Не, не было такого. Покажи мне, пожалуйста. Вот найдешь, приходишь. Что дальше тут происходит? То есть люди выдумывают разные причины, чтобы заглушить свою совесть и сделать то, что им проплатили. О, начинается. То есть еще раз, их основная мета не мытьем так катанем, протащить состав российского вугиля и для того, чтобы заспокоить свою совесть, чтобы хоть какое-то человеческое сохранить. Они выдумывают сказки про Грузию, про мародерство. А на самом деле это все то же самое, что робит Скобеева на Раша ТВ. Киселев на Раша ТВ бреше украинцам. Ни российскому вугилю. И давайте, будь ласка, робить репост, потому что к рукам нашего блогерства немая никакой другой иншей можливости. Не, не буду. Не, тогда ты полузгай. Для образа тоже подходит. Да. Вот вы видите, полицейские делают, что ничего не происходит. Но это лучше, чем в Донецкой области, потому что там они их противодействовали. А тут они, я надеюсь, что поддерживают громадский порядок. Кто держал у меня? Поддержать? Из наших. Снимайте полицию, полицию снимайте. Зараз что будет отбываться, я так думаю, что люди, которые сюда пришли под видом звичайных мешканцев, будут пытаться оттеснить от реек людей, которые здесь против российского вугиля. Ну а полиция займея какую сторону, я так разумею. Только местные... ... 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 Что вы делаете? Уведомление про блокирование. Про что? Блокирование. Блокирование? Российское угольное? А вы хотите его разблокировать? Мы со всей повагой спросим, а вы хотите разблокировать российское угольное? Мы хотим написать угольное место. А, понятно, спасибо за информацию. Поэтому мы здесь забираем. Ну ищем. А ленты у нее? Ну а потом? А что мы лентами? А что, как мы будем в охлаждении? Давай. Смотри. А вы цеплять будете цеплять под вагоны? Не буду? Все. Ох. 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 Что с мне погано? Да. Не, мы вышли за сюда. Кто хочет свою думку. Пожалуйста. Пожалуйста. Входи до полиции. На поведение. Чего вы? Где Львов? Запишите вашу думку. Так. Львовская облрада уже вернулась. А что вы не слышали? Это это самое? Да. Поснимай. Да. Слева. Поснимай. Да. Вот здесь приедем. Всё. Снимай. Поехали. Дверь, 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 дверь. Отпустили. Давай, здорово. Сейчас вырезаем. А лети по русскому? Езжай, емко. Езжайте вперед! Выйть, выйть! А куда вы едете? На нас? Не, не, вперед-таки. У нас, короче, пузырь. У нас, короче, пузырь. Не, хайвинсан берем. Требита запомога. Требита запомога. А где телеканалы? Вот телеканал, вот. 34 тысячи подписчиков. Сколько же? У меня всего 24 тысячи. И они такие, пиар, блогерство. Так, сука, если в рот воды набрали для журналистов, чем мы еще будем это разгонять? Только пиаром-то будем? Они полиции запомогали? А ты уже все перестабыли? Да? А ты уже все перестабыли? Да. Возбирали работу. Возвращаются, хлопцы, поливали работу. Возвращаются! Кирники полиции тут воляются. Все, ребята, все, как это происходит? Все, все. Все. Все, все. Все, все. Все, все. Сняли, все, все. А это что? А то что? Мы с тобой не бороться. Кто думал, что ни петернути не будем? Кто хочет пояснить? Вибачте, но там же речка обога, все спернилось пояснение. Мы ее поддерживаем. Весь каобинарада это доброе. Я законодавцы. Мы должны быть правы. Но часто не забороним. А мы же пытаемся, чтобы заборонили, хоть и хотим в законный способ. Уже два внесена за пять лет. Не голосовали. Не голосовали. Почему не голосовали? Потому что продаж не валит три четверти. И не только. Это та влада, что сейчас влада все продаж не продает. А что, для вас это интересно? Или у вас это несподинка какая-то? Нет, не интересно. Так 24 сроки занападает вся экономика и вся держава. Это без влади происходит? А какая продажная или не продажная покажет час. Чтобы не было, но все равно плохие люди. 20 сетевых. Где они методички? Посмотрим. Ну что, все. Какая влажность? Не то, что сейчас. Он говорит 28 лет. Если не было, то уже не будет. Получается так. И давай растаскивать уже до конца. Давай на срок упадем и все. Не, так не будет. Так и мы говорим, что так не будет. А, вы так уверены? Вы за это боретесь? За что я стою? Вы знаете, за что я стою? Знаем, знаем. Не, вы помираетесь. А, ты пробовал? Чтобы завозили. Мы так стоим. Так мы не тут стоим. Поехали вместе. А откуда они заехали? От откуда они заехали? Скажите мне, пожалуйста. Поехали вместе. Поставим там палатки. Разберем, чтобы еще не заехали. Так в 17-м году так и делали. У вас же не было в 17-м году? Всех ликали. Что ты сюда приехал? Иди туда и там держи. Я не знаю, если дети воно зашло. А что ты тут стоишь? Какие слова появляются? В Москве. В смысле тут стоять нет. Никто мне бабула не дал. Просто так. Мы хотим вернуться до... Какой раз сюда вы приехали? Краина-агресора. У вас в вечере будете полоскать наших хлопців 60 минут своя. Вот местные таланты, посмотрите. Подбирайте их для себя. Они очень хорошо пиздят. Они сейчас не будут гореть тут просто. Они и сгорят, как нужно будет. Но они тут не будут. Но они тут не будут. Они будут гореть. Я тебе клянусь за свои слова. Участнику Матошу я ни копейки не получил. Даже вообще не пооплачено. То что ты сюда приехал, человек? Что ты сюда приехал? Скажи мне. Люди тут держат. А ты едьте там, держи. Едьте там, держи. Там не держи. Он не держит. Он тоже стоит. Чтобы эти вагони поехали в ту сторону. А мы за то. Чтобы это было заарестовано тут. Сколько надо было, сколько будем держать. Ну хотя бы. Что ты хочешь? Не руши. Ни ходи. Никуда. Руши. Якщо ты боишься, там стань. На той стороне. Стань там. Бачишь, то надо давно уже было зробити так. Ну а что они сделали? Тут все хотят, чтобы в итоге это было конфисковано. И пошло в доход. Державы. Каким образом оно происходит? Через криминальную справу. Через наши требования. Через требования областных рад. Если вы нас поддержите, то пишите. Мы вас поддерживаем. Но главное, чтобы он туда не ушел. Так заблокуйте там. Заблокуйте там. А ты едь туда на скит и там держи. Чтобы туда больше не ехало вагоне. Я думаю, никуда не повлияет. Они здесь вообще не едут никуда. Если тут уже такая воля... Если тут уже такая воля... Мы сами едем. Если вы вважаете, то тут неправильное место блокировано. Вы были на Сходе? Я прошу, вы были на Сходе? Да, вы были на Сходе? Чи вы на Сходе будете? Я не был. Нормайте права участника. А что я не понимаю? Он не про это говорит. Он говорит, идите блокуйте на Схит. Он не говорит, воюйте. Он говорит, блокуйте. Да пусть они не блокируют. Мы вважали нас там. Мы приехали. Мы приехали приехать. Ты же не пошла его? Нет. Я хочу еду. Я знаю, что это будет. Но я поддерживаю. Я поддерживаю. Люди, местные. Они встали. И мы приехали поддерживать. Пусть руки поднимают в других областях. И мы тоже их поддерживаем. Да, вы приехали прорезать. Да, вы приехали. Я встали. Немали, вы приехали сегодня. Они какими-то не спали. Правильно? Нет. Я приехал. Не приехал. Погнал с рожей. Потому что я не пью, не пью. Тебе воняет рожей. Что ты не перегружаешь? Постали от меня. Я приехал сейчас. Я приехал сейчас. А что ты, брат? Я не пью и не переложиваю. Мы не будем строить себя, дурно. Где? Что 2 на рубку, хай полица едет. Тихо. Им пропонували. Тысячу долларов за каждый вагон. Они отмолвались. Появились какие-то другие. Вы рассказываете о суспале. Мы нас поддерживаем. Мы вам дякуем. Но они-то сочувствованы. Я сразу. Я уже вновь. 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 Кажу. Тихо. 21 день. Вновь. 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 Я тебе еще раз повторю. Не сегодня. Знаешь. Коли я натрапив на пост фейсбуке. Я буквально через один раз був тут. Я проехался. Подивився. В Песнівке. Вечер Вонограда. И далеко ехать. Там пиздец тысяч километров. Мені не было проблем. Я с ним на ровер переехався. Подивився. Опача. Виявляйте правду. Вечерские вагоны. Будьте сосновки. А я еще Вонограда. У нас багато еще Вонограда. У меня есть свобода. У меня есть какие-то вещи. А сегодня я вечерний. Добрый. Добрый. Но я тебе клянусь за свои слова, что никакой копейки я не получил из того, что я сюда приехал. Клянусь тебе. Слово участника АТО тебе дали. Если для тебя это важно. Для меня это важно. И копейки. Хлопцы. Если вы участники, у тебя это смешно слушать. Возьмите. И вы выстояете какие-то русские вагилья. Я не выстояю его. А что ты сюда прикрепляешься? Люди выстояются. А ты что сюда прикрепляешься? З каким вы вы могли? Что ты вимагаешь? 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 Чтобы Бога не поехали на ТОВ. Лучше туда. Вот идьте звезды. Не вимагайте ничего. А что вы такие мудрые идите на ТОВ? Ты сам говорил, что они сильно поедут туда. Ты сам говорил. Мы с тобой общались. Ты что сказал? Они поедут на ТОВ, когда поймут закон. Так ты сказал? Все. Они все равно поедут. Ну чекаем, когда закон не будет. Если это уйдет 150, а то уйдет 50. Понимаете? Все облогради вимоги свои послали в Генпрокуратуру и депутаты тоже. Чтобы все это все заарештовали потом, когда будет заборонен действо вугилля. И пошло в нахо... Хотите, чтобы убила, не конфискували их вагоны, чтобы это не пошло в державный бюджет? Я на оборудове наметали их пустить. Да, пожалуйста, пускай. Что тебе пускай уже? Гри, болгарку, ругай, господи. Без дорогих людей. Ваш цыгане как сказали? Мы эти вагоны скрием. Цыгане пришли, скрили нам. Молодцы, я бачу. Мало скрили. Мало. Треба было приехать, цыганам допомогти скрыть их вагоны. А, важно. Простой. Сейчас они будут Machine Hard joka. Плачем не устал. Но очень близко друг к нашейizableке стогане. Что их есть? П mentioned theυ��은√ 4x3. Даже не учilo, function to Joanna. Уже хотим сейчас себе смесь на лавке. Мне закану. затягиваем. Что если канурики приходят? Р alg 선. Ну и учил. Конецы. Сito interesting. Подtime кодоварников сnect尾ной хотя быта свечет. Не знаю, кто так зайшел, подвигает. О, блокируют, надо приехать. Они в первый раз прислали. Ты слышал здесь? Ничего, да, думали другими. Я думаю, потом надо будет с ним просто лично спил, блять, беседу проводить. Что вы решили? По глазам направляю. Хотят заширать? Ну уже жар такой. О! Короче, мы пошли. Я уже с тобой. Я еще, я еще раз. Я еще раз. Есть депутат? Да, был. Незидно. Сейчас? Незидно. Сейчас отдельная ловина. Вы про себя документы, чтобы свидетельство вашего слова? Сейчас. Прашивают меня, почему мы блокируем в Украине уголки? не у россиян питают, чему они сюда ввозят, а у украинцев, чему они блокуют. Ну, мы, как законослухняные грамотяне, как знакомослухняные грамотяне, підкоряемся этим вимогам, але мне дуже-дуже сумно, что опитывают нас, а не те, кто сюда завез в российскую ваговину. Зараз тепловоз, який пытался утянуть вагон, уже поехал. Тут хлопцы пытаются пояснити свои вимоги, чтобы законодавцы забронили торговлю с уголком из Российской Федерации. Свои вимоги пояснили представникам влади, хотя странно, Григорьевская областная рада, Тернопільская областная рада, Хмельницкая, которые уже поддерживали эти вимоги, я считаю, что нужно в час войны построить свою угольную галузь и пытаемся пояснить это всем местным. Совершенно. Продолжение следует... Украинская подруга. Украинская подруга. Много, яanstравний валерий. Украинская подруга. Сдастую, заходи на деньги. Ничего не маю, подходящие, в этом связи у цели кто-то включил. Требочет. Требочет. Сдастую. Григорьевская подруга. Требочет. Не потребую. Не потребую. Вы тут перебываете с какого часа? Сегодня приехал в Бридзе. 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 Бридзе два дня. Бридзе, бридзе, дракон... Бридзе. �жетные 왜? Бридзе из мест, делайте. Продолжение следует. Бридзе. Бридзе. Полиция озламывается. Как на поле поле поле? Нет, просто он был красивый. Я думаю полиция тебя... Блокуют вот этот полиция, он стоит прямо посреди. Мы поддерживаем акцию полиции, которая блокировала колю. Мы поддерживаем. Мы поддерживаем акцию полиции, которая блокировала колю. Спасибо, ребята. Мы с вами. Может, пойдем на капот. Синяя машина положим. Машина крышная. Тебе еще хватает? Ну, не лучший! Мы же молодцы. Давай, где будет исталик. Российская вугилья. Опитывают, что мы тут делаем в Украине. Сейчас депутатской экспедиаторности уже нет. Но мы против нее. Потому что, ну, все тут равны. Мы должны поддерживать. Потреблять. 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 Возвращение Львовской области по забороне. Возвращение львово российского вугиля. И акцию. Мирную акцию. Потреблять ветераны АТО. Потреблять. 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 И получается, что в Бриджевской области это было прийти. Это очень хорошо, потому что это в Уинской облораде по заброне воза российского угла мирную акцию местных патриотов. Кстати, самое интересное, что титушек, которые сюда навезли, которые тут выступали и рассказывали, что они за Украину, на этой угольце доброе, их никто не допитывает. Вот это у них вместе с Донецкой полицией, но что-то другое, намного лучше. И хочу, как гражданин, это объяснить. Я здесь качество святка, я так же понимаю. Я качество святка. То есть, когда мы увидели, что полиция встала на рейке и заблокировала рух поездов, мы подумали, что мы не должны встать и острым. Приехали сюда? В тысячу с Волынях приехали, да? Да, я вообще, да. Значит, что мы противоправные действия никаких не робим. Я никому не буду засунуть. Ты надо. Какие там семки грызли, которые очень схожи на Донецкой титушек. Только там российскому, украиному. Они там пытают, а что в руках все ЗМИ. А мы можем только таким партизанским методом достучаться для людей, стримами. Поэтому делайте репост, будь ласка. Это очень доброе, очень правильно, чтобы люди знали правду. Где-то в углу у вас карабху на голову давали. Не все. Я сейчас вышел. Давайте разбираться. Я сейчас вышел. Я сейчас вышел. Все, да, давайте, давайте закинчим. Здесь, 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 здесь. Ничего для нас не робят. По шкосновке печал. По шкосновке печал. По шкосновке печал. По шкосновке печал. Пошли насадил. 10 машин, 10 фуры. Никто не за что дорого передавать. А кто робит? Что вы робите? Выясните людям? Что вы? Я дико подкримал вашу клоу. Выясните людям? Почему вы вытянете без своих? А мы не робите. Мы не робим. Скільки грошей. Найдешь за тетраду, найдешь за тетраду. Аминь, аминь, аминь. А вы смутаете? И вы смутаете? Что вы делают? Язиками на сессии трепочут? Давайте я попробую. Посмотрите, сейчас он на другой линии. Он не в вашей округе? Ну попросим. Играет все стоит на сессу. Слуга народу, дыхать сюда прийти. Что вы на муке народу не имеете? Без углавных. Без углавных. Без углавных. За просессию изберет. Одна та самая будет обойти. Не иди самая. А что вы мовчите, мужики? Что вы мовчите? Что вы мовчите? Перед ней берем и асфальт поревняла. Как мы видим, Семен Игоревич общается с народом. Знаю, здесь видно или нет. Вагоны с российским вагилем РЖД на месте. Никуда не уехали. Громада Соснівська зібралася. И утримала. Шляхом перекрытия переезда. Олимпатримата. А то что? А то что? Олимпатримата. Ну. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Приехал цей депутат, скажет, что Вин нас всех врятував, на самом деле врятували нас Люди Я читаю разные Посты в интернете, читаю О том, что якобы тут События, вот эта попытка разгона блокады Она продуцирует ненависть для Зеленского Хочу сказать, что в этом Есть На жаль, правда, потому что Эта блокада начиналась Именно как боротьба против явища Не против Влады Однако сначала, 21 день Людей не замечали Не замечали 4 областных рады, которые Поддержали блокаду Киевскую Хмельницкую Тернопольскую И Киевской области А потом очередной дебил Дал команду другим дебилам Которые в брутальный способ начали избивать Ветеранов на западной Украине Которые поддерживали блокаду российского угля И требовали всего лишь Этот вопрос разрешить в законный способ И потом Выпускается коммунике И людям сейчас Людей пугают Пяти годами Позбавлением воли А этих людей Ветеранов Поддерживают Все местные Все миссевы на селоне Это захид на Украина Поддерживают В том числе Хлопцы с батальоном Донбасс Которые прошли Три блокады Которые прошли Грушевского Которых Зараз Которых ломали Опытались ломать Пять руки в Порошенко И он не смог этого делать Кидал под тюрьмом И нужно быть диким дебилом Чтобы это устраивать На западной Украине Поэтому Я взвертаюсь до тех людей Которые зараз при Владе Послухайте Чтобы не продусировалась ненависть До ДЧУ президента Убирайте дебилов Которые вас подставляют Потому что Сегодня в ночи Мы ожидаем Четыре часа Спробу Штурма Если это будет Нас уже в 10 разив Больше чем вчера А если это будет То Просто-напросто Все пойдет По нарастающей Поэтому давайте Цивилизованно Вырешиваются пытания Звильняйте тех людей Яки Отдают злочинные наказы Слухайте громаду Тут никто не хочет Поганого для своей краины Тут хочет Только Доброго Так Ну вот Бачите Такие Подписывайтесь Присажите Субтитры Вылександр Врагаем PUL ες Мне Мне Попают Für